Метку не в первый раз беру Учусь и я должен почесть память солдатам, которые пали за нас К сожалению, говорит инструктор спортивного клуба Игорь Головач Далеко не все памятники находятся в таком хорошем состоянии В следующем году страна будет отмечать 80-летие победы И это хороший повод, чтобы где-то что-то отреставрировать, побелить Хотим принять даже как-то может быть официально, не официально эстафету От руководства края, там в лице губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко Мы очень его уважаем Главы города тоже, они с идеи это вышли Что к 80-летию победы на следующий год Привести в такое состояние Все края страны, чтобы товарищи, которые нам не товарищи за бугром Просто позавидовали Это память светлая Сейчас родительский день будет, я тоже поеду на кладбище Это то же самое, это как родительский день Как раз к 80-летию победы в Барнауле отремонтируют один из главных монументов, посвященных Великой Отечественной войне На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень и не только Фамилии, которые размещены в пантеоне и со временем утратили буквы, восстановят В планах работы по очистке стеллы и тумб со священной землей городов-героев Необходим и ремонт стеллобата, который объединяет скульптурную группу прощания и стеллу Кстати, в этом году в регионе отремонтируют 60 памятников Великой Отечественной войны На это выделят 80 миллионов рублей Это наши дедушки, бабушки, это самое главное, это как они дали нам жизнь, сохранили нашу жизнь Не наши бы дедушки и всему миру бы не знаю, что было Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День с толком